Здравствуйте, друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор книг современных северных писателей. Литература Архангельского Севера – неотъемлемая часть великой русской словесности. Академик Дмитрий Лихачев писал о том, что Север сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русские трудовые традиции, крестьянские, ремесленные, мореходные. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы, полярники и беспримерные по стойкости воины. Федор Абрамов назвал самым большим, самым неприходящим вкладом Севера в сокровищницу национальной культуры слово, которое и сегодня сохранило строй и дух русского языка древнейшей поры. Наш край называют богатейшей сокровищницей фольклора. Но нельзя забывать о том, что эти былины, как и сказки, песни, баллады, обрядовый фольклор, были принесены на север выходцами из новгородских, ростово-суздальских, московских земель. То есть изначально важнейшим источником зарождавшейся на севере литературы было устное поэтическое творчество всего русского народа. И современные писатели-северяне осознают, что литература нашего края имеет очень прочные исторические и культурные корни. Общие черты, объединяющие творчество писателей, живущих сегодня на Архангельском Севере, проявляются вполне отчетливо. Это несуетность, основательность, приверженность традиции, интерес к самым глубинным, сущностным проблемам бытия, любовь к родной земле и отечеству, их истории и современности. Вдохновителями творчества остаются для писателей-северян те богатства, которыми славен наш край. Современная литература нашего края достойно продолжает традиции не только литературы русского севера, но и великой русской словесности. В наши дни писатели Архангельского Севера плодотворно работают, обогащая своим творчеством отечественную литературу. Певцом «Поморья» назвал писателя Павла Григорьевича Кринёва литературовед Владимир Бондаренко. Интересный и самобытный писатель Павел Кринёв родился в деревне Лопшинга на летнем берегу Белого моря. Ему бесконечно дорог русский север, побережье Белого моря, где прошло его детство. Эдуард Анашкин, член Союза писателей России, так сказала Павле Григорьевиче. Поморы, которым принадлежит Павел Кринёв, последние носители пылинного древнейшего уклада русского севера. Именно тех его областей, которые ныне пришли в упадок и изрядно обезлюдили. Сохранить этот мистический поморский север хотя бы в слове, в литературе, задача посильная лишь литературным богатырям, одним из немногих которых является Павел Кринёв. Палитра его творческих интересов необычайно разнообразна. Это и глубокое проникновение в людские характеры и судьбы, и отображение неповторимых красок русской природы, великолепия и очарования морских пейзажей. Своими историческими зарисовками он увлекает в мир прошлых интереснейших событий. Написанные им детективы, наполненные деталями и яркими сюжетными поворотами, свидетельствуют о прекрасном знании авторам излагаемого материала. Он умеет писать о зверье и птицах, как о самодостаточных участниках божественного мироздания. Именно о них, животных, птицах, рыбах – сборник рассказов «Первый бал пеструхи». Некоторые произведения, вошедшие в сборник «За форелью», «Успокойсь», «Королевская охота» написаны четверть века назад. Другие – «Беляк и пятнышко», «Белоушка» – последние годы. Но и более ранние и новые тексты отличают высокий уровень художественного мастерства, яркая самобытная манера изложения, оригинальное использование уникальной поморской говори – народного языка. Для тех, кто не знаком с северной говори, в конце сборника есть словарь поморских выражений и слов. Действие разворачивается в реалиях русского севера, а взгляд на происходящее с точки зрения автора, чье детство прошло в поморской деревне, придает рассказам и повестям особое обаяние. Книга «Шелоник» собрала под своей обложкой поморские истории о малой родине, о поморах, о тех, кто морем живет и морем кормится. Павел Григорьевич, уже много лет живущий вдали от Беломорья, остается верен в своем творчестве суровому северному краю. Язык его прозы – поморское говоря, а его герои – несуетливые и неговорливые северяне, хранящие заветы предков, живущие по их обычаям, воспринимающие Белое море как живое существо. Из рассказа «Теплый песок Беломорья» «У меня было две няньки – море и бабушка Агафья Павловна. И море, и бабушка качали меня на руках и перед длинные старые песни. У меня не было старшего брата, и море было моим старшим братом. Как старшему брату я доверял морю свои мальчишеские тайны. Когда детство обижало меня, я приходил к морю и только ему показывал свои слезы». Главное в произведениях Кренева – это само течение жизни и в тех обстоятельствах, на которые его герои обречены. Или в тех обстоятельствах, с которыми они не могут расстаться, поскольку эти обстоятельства для них привычные и родные. Так говорит о прозе Павла Григорьевича Николай Дорошенко, секретарь правления Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский писатель». Стоит отметить, что «Шилоник» – 22-я книга Павла Кренева, а список всех его опубликованных книг приведен в конце сборника. Имя Михаила Константиновича Попова знакомо многим читателям только нашего региона. Он родился в 1947 году на берегу реки Онеги. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. За плечами Михаила Попова полдюжины газет различного уровня, включая республиканскую, в которых он прошел все ступени профессионального и карьерного роста. Был создателем и редактором литературного альманаха «Белый пароход» и редактором альманаха «Красная пристань». Сейчас главный редактор культурно-просветительского журнала «Двина». Автор трех десятков книг, в том числе прозы, публицистики, литературоведения и изданий для детей и юношества. Его произведения переведены на основные скандинавские языки, «Повесть «Последний патрон» на английский». Михаил Константинович – лауреат многочисленных премий и литературных наград. Сегодня мы хотим познакомить вас с его книгами «Юнкерсы над Соломболой» и «Стрела с ястребиным оперением». Повесть для семейного чтения «Юнкерсы над Соломболой» – история о маленьких архангелогородцах, чье детство опалила война. Но прежде чем начать читать книгу, автор советует внимательно разглядеть в ней исторические фотографии, которые помогут полнее понять, какой была Великая Отечественная война, чем и как жили фронт и тыл, что помогло выстоять нашему народу в те суровые годы. И тогда история сверстников военной поры будет понятнее нынешним юным читателям. Повесть «Юнкерсы над Соломболой» – это трогательная история о трех друзьях – архангельских мальчишках, чье детство пришлось на военные годы. Главные герои – Петя, Степа и Паша. Их отцов и старших братьев убила война. Матери и бабушки работали на заводах и в госпиталях. Кругом разруха, голод, бомбежки. Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, дети остаются детьми. Мальчишки учатся, играют, заботятся о своих питомцах – собаки-шарики и белые голубки. По мотивам повести архангельским телевидением снят документальный фильм «Дерево 42-го». Эта пронзительная и грустная история, я думаю, не оставит равнодушными ни юных, ни взрослых читателей. В этом же издании напечатана приключенческая повесть «Стрела с ястребиным оперением», действие которой происходит в трех временных эпохах. А место одно – река Онега. Главный герой повести – Димка, как и многие мальчишки, увлечен динозаврами. Вместе с отцом он путешествует на плоту по Онеге, а в свободную минуту записывает в блокнот свои впечатления от воображаемого путешествия в далекое прошлое. Постепенно реальные события становятся гораздо важнее придуманных. На пути отца и сына возникают настоящие преступники, а вместе с ними – выстрелы погони, реальные угрозы жизни. Трудности и опасности закаляют характер, приходится принимать решения и действовать в экстремальных ситуациях. Но откуда в нашем времени появилась старинная стрела? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав повесть. Далее мы хотим представить вашему вниманию книгу еще одного северного писателя по фамилии Попов. Знакомьтесь, Владислав Попов. Он родился в 1961 году в Архангельске. Окончил Архангельский педагогический институт. С 1985 года живет в деревне Покшинга Пиннижского района Архангельской области. Председатель Архангельского регионального отделения Союза писателей России. Лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Лауреат специальной премии за вклад в развитие северной литературы «Чистая книга» имени Федора Абрамова. В его сборник «Ростяной хлебушек» вошли рассказы о деревенских людях, живущих на бескрайних просторах русского севера. Название книги дал рассказ «Открывающий сборник». Герои Владислава Попова – люди добрые и светлые, хотя на их долю выпало немало испытаний. Слабеет разумом хитриха, умирает по пути в город доля, одинок со спасенной собачкой Митрич. Их путь труден и горек, но нет в этом пути безысходности, а есть вечный непроходящий свет души. Читая о судьбе героев, мы как будто видим мерцающие огоньки их добрых душ, и живут они в мире, хоть и суровом, но далеком от зла. Каждого своего героя автор любит и жалеет. Наблюдая за жизнью героев и за их уходом, мы волею автора лишаемся тоски и наполняемся, несмотря ни на что, благодатью созерцания их жизни, за которыми нет смерти. Завершаем наш обзор знакомств с еще одним писателем Поповым. Это Артем Васильевич Попов. Он родился в 1980 году в Северодвинске. В 1997 поступил на филологический факультет Поморского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Дипломная работа называлась «Человек и мир последний третий XX века» в просьбе архангельского писателя Михаила Константиновича Попова. Работу защитил на отлично и получил красный диплом. Еще студентом в 2000 году начал сотрудничать с Северодвинской городской общественно-политической газеты «Северный рабочий» как внештатный корреспондент. Завершил работу в редакции в 2008 году заведующим отделом информации. Много раз становился победителем журналистских конкурсов различного уровня. В 2004 году принят в Союз журналистов России, а в феврале 2020 года принят в Союз писателей России. Лауреат ряда всероссийских литературных конкурсов. Прозу начал писать с 2016 года. В 2020 году в архангельском издательстве «Лоция» вышла книга рассказов из-за рисовых из «Бачиха». Главные герои Артема Попова – последние жители российской деревни. Современные чудики и юродивые, горькие пьяницы и сельская интеллигенция. Это Василий Петрович, рисующий ангелов на камнях. Или капка, которую застрелил сосед, спутав в темноте с волком. А библиотекарь Маргарита Белова по прозвищу из «Бачиха» едет в клубкую деревню, чтобы доставить книги читателям и увидеть свою первую любовь. Литература Севера поднимает традиционные вопросы добра и зла, воспринимает человека как часть живой природы, возвращает нас к пониманию неприходящейся ценностей, человеколюбия и совестливости. Северная литература вносит посильную лепту воспитание читателей всех возрастов, в любви к своей малой родине и своей стране. Все книги, представленные в обзоре, можно взять в нашей библиотеке. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok